Но почему многие выбирают ГИТ-курс именно из-за инструмента автоматизации процесса? Я сегодня в видео покажу базово, ну, как это, какие-то элементарные действия, как это настраивается. Но это всего 1% от всех возможностей того, что может делать этот инструмент. Вот что же такое процессы? Давайте я включу демонстрацию экрана. И прям по шагам буду показывать. И, возможно, скорее всего, покажу, как настраивают процесс. Думаю, как это быстрее сделать, чтобы вы потом пересмотрели видео, повторили за мной по шагам, убедились, что, в принципе, это не так сложно, как кажется, и посмотрели в действии автоматизацию работы. Но здесь нас интересует боковая панель. И, нет, не здесь, промахнулась. Вот галочка. Значок с галочкой – это как раз CRM. CRM – это раздел, где работают с заказами, с задачами. Везде, в принципе, даже если будет другой немножко интерфейс, то процессы – это вот по умолчанию галочка обычно. И здесь на вкладке есть процессы. Нажимаем и попадаем вот сюда. Это у меня рабочий аккаунт, поэтому здесь у меня и рабочие, и тестовые процессы, все вместе. Рабочие в том плане, что сейчас они работают и помогают мне в моей работе. Как вы, наверное, уже те, кто перешли в модуль продажи, в модуль рассылки, вы уже, наверное, заметили, что у ГИТ-курса есть несколько объектов, с которыми мы работаем. Это объект пользователей, объект заказы и объект покупки. Есть еще процессы, объект звонки, но тут не так плотно с ними работают. Вернее, телефония настраивается, но, например, СМС мы только отправляем в основном, либо менеджеры звонят через телефонию. Три основных объекта – это пользователи, покупки и заказы. Многое, в принципе, можно автоматизировать, чтобы не мы контролировали каждый этап, а чтобы за нас это делала система. И вот у ГИТ-курса как раз раздел «Процессы» отвечает за автоматизацию. Здесь написано «Бизнес-процессы», то есть какие-то процессы бизнеса мы можем выполнять автоматически, без участия менеджеров, сотрудников, администраторов. Один раз настраиваешь, и оно работает само. Это очень удобно, облегчает работу и нам, администраторов, потому что я как администратор, например, выполняю какую-то другую работу в проекте, ну, например, загружаю новые уроки. А в это время параллельно автоматически ведется работа с заказами. Но чтобы эта работа велась, мне нужно сначала все подготовить и настроить, чтобы дальше, месяц от месяца, это все работало автоматически. Самая такая распространенная, наверное, бизнес-задача, бизнес-процесс – это работа с неоплаченными заказами, потому что в проектах, как работает проект? Проект продает какие-то свои продукты, там, не знаю, мастер-классы, тренинги, там, курсы, ну, что одно и то же, по сути, да? Продукты, консультации, записи эфиров, то есть продаются какие-то продукты. Пользователи оформляют заказы, но не всегда их оплачивают, причем по разным причинам. У кого-то не оказалось денег на карте в данный момент, заказ оформили, а планируют оплатить завтра. Кто-то оформил заказ, но его что-то отвлекло, звонок по телефону, например, он отвлекся, не оплатил вовремя заказ, а он так и висит в системе неоплаченный. Кто-то оформил, а передумал оплачивать. Кто-то оформил два заказа, ну, дубль заказа, да, два одинаковых заказа. Один оплатил, второй заказ висит неоплаченный в системе. И когда проект маленький, тут можно какие-то задачи, какие-то заказы вручную обработать, да, посмотреть и там отменить, и еще каким-то образом повзаимодействовать. А когда в проекте сотни или тысячи учеников и идут большие продажи, каждый день создаются там, не знаю, по сто заказов и более, и работают менеджеры по продажам, которые должны обзвонить, например, эти заказы, то вручную вот так вот распределить, настроить работу, ну, это долго будет, будет путаница. Поэтому стараются там, где можно, автоматизировать вот такую работу. Ну, вот самое простое, что можно автоматизировать, сделать, например, в системе появился неоплаченный заказ по определенному продукту. Можно настроить так, что через 10 минут приходит, если заказ не оплачен, приходит напоминание о том, что нужно оплатить заказ. Если потом ждем, например, час после нашего напоминания, оплатил пользователь заказ или нет. Если не оплатил, мы ему снова шлем напоминание, например, на следующий день, что у тебя неоплаченный заказ. Вот. И в каждом проекте это может быть своя периодичность, да, с какой периодичностью будут отправлять эти напоминания и сколько этих напоминаний будет, еще в какие каналы, потому что можно отправлять одновременно на электронную почту, в Телеграм, ВКонтакте, еще куда-то. Ну, то есть какие каналы настроены, ну, какие работают. И это удобно. Мы один раз настроили, и мы знаем, что если заказ не будет оплачен, то там процесс отправит ему пользователю, вернее, несколько напоминаний. Ну, и в итоге мы подождем. Если заказ не будет оплачен, то он будет отменен. Ну, опять же, можно и без процесса это настраивать. Просто отдельными рассылками по неоплаченным заказам. Так тоже можно. Но тут уже кому как удобно. Вопрос удобства. Это такой был небольшой пример. Есть и много других примеров. Например, смотрите, у нас многие проходили, наверное, на наш бесплатный марафон с Молли. Девочки пишут, что проходили. Про Молли. Молли у нас полностью автоматизирована с помощью как раз инструмента процессы. И я хочу показать нашу Молли изнутри. Раньше у нас марафон шел три дня. Каждый день выдавался новый урок. Сейчас мы немножко это дело оптимизировали, потому что уроки небольшие, и мы, в принципе, выдаем сразу все уроки, чтобы пользователь мог хоть в один день выполнить все эти уроки, хоть разбил по дням. И, по-моему, у нас доступ, не помню сколько, 11 дней или 10 дней к этому марафону. По-моему, 11. Но чтобы наше ручное участие было минимальным, то есть мы только проверяем ответы пользователей в этом марафоне. Все остальное, письма-напоминания, взаимодействие с пользователями настроено автоматически. Более того, в том году у нас еще сейчас в марафон можно зарегистрироваться и сразу начать его проходить, доступ сразу. В прошлом году у нас этот марафон стартовал в определенные дни, несколько раз в году. И к этой дате мы собирали учеников, чтобы все начали в одну дату. И наша Молли, она еще с ними общалась. До старта марафона она отправляла информацию о том, о чем марафон, что такое гид-курс. То есть было взаимодействие, причем пользователи нам, ну, как бы они отвечали Молли, то есть не понимали, что это все автоматизировано. Это было очень прикольно и мило выглядело. Вот. И давайте покажу. Это даже у нас не один процесс с Молли был. Так, он у нас, наверное, не активен. Хотя вот вкладка «Процессы», так, обратно вернусь сюда, это такая, куда мы переходим сразу, здесь вот у нас есть активные, неактивные процессы и «Все». Нажму «Все». Здесь еще мы разным процессам присваивали разные теги. Но теги как папочки, чтобы мы сразу по нужному тегу нашли те процессы, которые у нас связаны с определенной задачей. Наверное, это у нас квест. Вот. Видите, тег «квест». Нажимаем, да. И подтянулись все процессы, которые у нас участвуют в нашем квесте. Ну, мы называем, когда называем квест, когда марафон. Вот это вот все сначала мы заранее настраивали. И давайте так, так, так. Что у нас здесь самое? Вот квест-игра, все каналы в одном. Потом выстраивала я, и потом Ирина мне помогала, переносила. Дорабатывали, не сразу. Вот. Видите? Так, так. Еще не подгрузилась. Очень большой. Это эти вот блоки, блоки. Вот это вот начало работы, блок. И все вот эти вот блоки, это все автоматизация, это все наша Молли. Даже не вся она, а ее только часть. Очень большая работа. Очень много всего проверяем и работаем с этим вот делом. И вот настройка такого марафона, ну, понятно, что сама для себя я делала бесплатно, то есть расплачивалась своим временем, составляя этот марафон. Когда выполняем для заказчиков, то такая работа стоит, ну, как минимум, тысячи пятьдесят. Просто вот собрать технически. А я ведь еще продумывала всю вот эту схему, что будет выполняться, зачем, какие сообщения отправляться, когда они будут отправляться, какие действия будем проверять. Например, мы проверяем, если пользователь уже участвовал ранее, то сейчас мы даем пройти только один раз. То есть если ты зарегистрировался, раньше можно было сколько угодно, но теперь мы оставили один раз, мы предупреждаем везде об этом. Один раз прошли, после этого повторно можно только платно пройти. Ну, сделано для того, чтобы люди либо проходили, если пришли целенаправленно, да, уже потому что за 11 дней можно, не знаю, три раза точно пройти этот марафон. Потом мы проверяли, чтобы не было повторных регистраций. Если пользователь отказывается от участия, пишет слово «стоп», игра для него прекращается. То есть много-много разных нюансов. Здесь мы учитывали, плюс отправляли сообщения в разные каналы, в Телеграм, в ВК отправляли. Много всего интересного. Здесь сделали разные задержки. Это только один из процессов. А в помощь к нему были еще там вспомогательные. Например, когда у нас было разбито по дням, то на каждый день, для каждого дня у нас был свой отдельный процесс и отдельные действия в нем. То есть мы проверяли, выполнил пользователь домашние задания или нет. Если не выполнил, отправляли напоминания, выдавали бонусные рубли. И вот это вот все было автоматизировано. Потому что вручную проверять, раньше регистрировались по 100 человек в игру, даже 30 человек, вручную проверить, сколько пользователей выполнили первое задание и начистить всем бонусные рубли, это очень сложно, занимает много времени. Да и зачем, если можно все это автоматизировать, и оно будет работать и выполнять действия в автоматическом режиме. Как настраивать процессы, мы вот это изучаем уже на отдельном курсе, потому что информации по настройке процессов очень много, нюансов великое множество. Даже как бы в один курс я и так не стала мешать все это в один курс, потому что действительно очень объемные знания, много информации. И это уже нужно совмещать с базовыми знаниями, с умением составлять те же анкеты, работать с рассылками, работать с пользователями. Потому что без понимания базы изучать процессы нет смысла. Будет сложно, сложно и непонятно. Давайте посмотрим, как настроить процесс по работе с неоплаченными заказами, к примеру. То, что всегда надо в проектах. Во-первых, зеленая кнопка «Создать процесс». Напомню, боковая панель, значок с галочкой «Процессы». Здесь вкладка «Процессы». Дальше «Создать процесс». Нажимаем кнопку. Даем название процессу. Это будет для нас название, для админов. Работа с неоплаченными заказами. Так как у меня это мой рабочий аккаунт, я сделаю пометку, что это тестовый процесс, чтобы я его не запустила, и никто другой не запустил, потому что у меня здесь тоже работают сотрудники. Тип объекта «Заказы». Да, по заказам работаем. Не добавлять исполнителей и супервайзеров. Не добавлять. У меня будет тестовый. Тестовый, и все будет в автоматическом режиме. Не будет у меня ни менеджера. Мне это не нужно. Я ставлю галочку, что да, не нужно никого добавлять. По шаблону предлагает шаблон. Нет, мне шаблон не нужен. Я выбираю без шаблона и нажимаю «Создать». Смотрите, что мы имеем. Есть у меня здесь пометка «Тест» или нет? Нет. А есть, вот помечу тегом «Тест». Но чтобы понимать, что это тестовый процесс, запускать его не нужно, скорее всего, потому что у меня есть в проекте реальные неоплаченные заказы. И если я запущу процесс, то эти заказы в него попадут, и пользователи получат те письма, которые не должны получать. Название – это то, что мы с вами видим, администраторы. Можно добавить суть задачи. Суть задачи – отправить. Письма, напоминания по неоплаченным заказам. Так, распределять задачи. Не будем ничего распределять никуда. У нас будет все здесь без менеджеров. Приоритеты выставлять я тоже не буду. Это здесь не надо. Здесь ничего не трогаю. Иду настраивать массовое создание задач. Смотрите, здесь детально все это мы на курсе процесса изучаем. Почему отключено, когда единоразово, когда периодическая проверка. Выбираем периодическая проверка для того, чтобы этот процесс работал все время и постоянно находил неоплаченные заказы. Так, объект у нас, напоминаю, заказы. Добавляем правило вхождения объекта. Вот это правило вхождения объекта, оно аналогично тому правилу, которое вы уже рассматривали при создании рассылок. Те же самые условия по заказу, как и в настройке рассылки. Здесь настраиваем сегмент, по которому будет работать этот процесс. А сегмент у меня – это заказы, неоплаченные заказы. Поэтому я, например, выбираю условия, заказ оплачен, нет, неоплаченные заказы. Например, я хочу, чтобы в этот процесс попадали заказы, например, по дате создания. Выбираю дата создания. Выбираю здесь дополнительные настройки. Давайте вот N часов назад поставлю, допустим, за последний час. То есть если в системе создан заказ, то вот за последний час новые заказы, да, относительно, созданные в течение часа. Здесь даже внизу будет видно, какой период времени будет попадать. Отрезок времени, когда будут создаваться заказы, например, и которые должны попасть в этот процесс. Час назад. Оплачен – нет. Если я не добавляю больше ничего сюда, то в этот процесс будут попадать все заказы по всем продуктам, которые есть в этом аккаунте, в этом проекте. Поэтому, если мы хотим для разных продуктов настраивать свои, например, письма, напоминания, ну, для того, чтобы, например, пользователь не оплатил заказ, а мы можем в каждом письме отправляем напоминание, и в этом же письме не просто сухое напоминание, ты забыл оплатить заказ, да, а мы можем проект, эксперт, который отправляет эти письма, может описать выгоды, да, вот ты не оплатил, ну, смотри, какой интересный этот продукт, на который ты оформил заказ, вот что ты получишь, оплатив этот заказ, какие выгоды, да, почему важно оплатить и пройти это обучение или попасть на консультацию. То есть в каждом последующем письме напоминании можно добавлять определенный текст, побуждающий человека все-таки оплатить этот заказ. Вот, поэтому можно добавить еще одно условие «И», и, например, «Продукт», выбрать здесь в условии «И», «Продукт», указать, какой продукт. Ну, я выберу сейчас любой тестовый, да, и когда мы указываем определенный продукт, тот уже в этот процесс будут попадать заказы, неоплаченные заказы, только по определенному продукту. И тут уже каждый проект сам решает, как ему удобно. Настраивать отдельные письма по каждому продукту или сделать какое-то общее письмо. Давайте я сделаю, допустим, общий. Один процесс для всех неоплаченных заказов. Дополнительно мы можем еще… Вот, заказ «оплачен» – нет, и мы можем добавить еще «И». Смотрите, например, «бесплатный» – нет, потому что бесплатные заказы, их и так не надо оплачивать, допустим. Не допустим, их и так не надо. Бесплатные заказы – это заявки, они будут неоплаченные для систему, потому что они не требуют оплаты. Бесплатные, допустим, нет. Создан час назад, что я еще не учла. Это, пожалуй, наверное, все. Так, нажимаю «Сохранить». Дополнительно можно вот здесь указать, с какого дня, с какой даты запускать проверку подходящих объектов, по какую дату проверять. Вот, нажимаем, календарь вываливается. И в какую дату завершить работу этого процесса. Можно указывать, когда это нужно, когда нужны эти ограничения. Можно не указывать, и тогда процесс будет работать постоянно, пока мы не зайдем и не отключим его. Так, нажимаю «Сохранить», чтобы мои настройки сохранились. И иду настраивать процесс на вкладку «Процесс». Красный блок – это блок начала работы у каждого процесса. Вот система нашла неоплаченный заказ. И, как бы сказать, этот заказ попал в этот процесс. И по этому закажу будет создана задача определенная. И начинаем выстраивать из блоков, из кубиков логику действий с этим заказом. Начало работы. Я ставлю, например, сначала задержку, небольшую задержку, для того, чтобы пользователь, чтобы у него было время самостоятельно вообще оплатить этот заказ. Поэтому давайте поставлю задержку. Поставлю 10 минут, к примеру. Вот, есть от текущего времени или какое-то фиксированное время. Тогда здесь нужно указывать дату и время. Я поставлю от текущего момента 10 минут. Вот так вот. И соединю эти блоки между собой стрелочками. То есть объект будет идти от блока к блоку по стрелочкам. Так, как я вот покажу стрелками. Первый блок этот, потом переходим вот сюда. Здесь объект будет стоять, будет задержан на 10 минут. Дальше мы встроим, что будет через 10 минут. Через 10 минут, вот по кнопке «Добавить блок» справа вверху, я нажимаю «Условия». Так, условия, которые я хочу проверить после задержки. Заказ оплачен. Здесь объект, вот объект «Заказ». Есть возможность переключиться на объект «Пользователь» и тогда рассматривать условия по объекту «Пользователь». Но мне это не нужно, я продолжаю работать с объектом «Заказ». Заказ оплачен, нужно проверить. «Добавить условия» нажимаем. И тут я смотрю условия «Оплачен». Ну, можно «Заказ оплачен». Есть условия «Да», есть «Нет». Поставлю «Да». Есть ли заказ? И соединяем стрелочкой, как идет объект. Прописываем движение объекта по процессу. Вот ветка теперь «Да» подсвечивается, а красненькая «Нет». То есть зеленая «Да», красная «Нет». Если заказ оплачен, наша цель, ну, как бы достигнута, и мы ничего не делаем, завершаем работу этого процесса. Поэтому вот справа вверху «Добавить блок». «Завершение процесса» положительное. Сохранить. И зеленую ветку. Так, нет, мне нужна только ветка. Вот так. Заказ оплачен, да? Значит, больше ничего не делаем. Завершение процесса. Если же заказ не оплачен, мы прописываем, что мы делаем дальше, даем команду системе, что нужно делать дальше с этим заказом. Если заказ не оплачен, снова «Добавить блок». Здесь выбираем «Операция». Мы отправляем письмо с напоминанием о том, что нужно оплатить заказ. Так, отправить письмо. Например, я на e-mail отправляю, да? Отправить письмо на e-mail, письмо напоминания. По объекту «Заказ». Нахожу здесь в перечне операций. Отправить письмо по рассылке. Выделяю. Нажимаю «Сохранить». Нажимаю «Сохранить». И вот здесь нужно будет вставить… Так, нажимаем стрелочку. То есть мы заранее создаем письмо по объекту заказы. То есть мы пишем, что, например, первое письмо напоминания отправляется… Ну, мы для себя отмечаем, что первое письмо напоминания отправляется через 10 минут. Вот в этом письме по объекту заказы мы вставляем переменные по заказу. Там номер заказа, стоимость заказа, да? Вот эту информацию, на какой продукт оформлен заказ. Сначала создаем эту рассылку по объекту заказы. Она не должна иметь никаких условий и находиться в состоянии черновик. Мы просто создали рассылку, ничего с ней больше не делаем. Добавили тему письма, добавили текст этой рассылки. И просто потом здесь выбираем первое письмо по заказам, к примеру. Нажимаем «Сохранить». Сейчас посмотрим, что там за первое письмо. Смотрите, соединяем. Если нет, отправляем вот первое письмо по объекту заказы. Можем открыть блок. И если мы кликнем вот здесь «Перейти», мы можем перейти. Давайте так нажму «Открыть в соседней вкладке». Посмотрим, что здесь за первое письмо. Так, так, так. Ну вот как раз такое, скорее всего. А вот, вы забыли оплатить заказ. Кстати, вот здесь можно ничего не выбирать. Вот по готовности. Нет, вот при вызове. Здесь ставим «При вызове из процесса или формы». И по всем выбранным адресам. Потому что пользователь может прийти из рекламы, оформить заказ. И он еще нигде не давал никакого разрешения на рассылки. Он просто увидел наш продукт, захотел оформить заказ, например. Ну, когда бы он успел давать разрешение на рассылки? Никогда. Поэтому лучше ставить всем выбранным адресам. Да, здесь предупреждение, что повышается риск попадания в спам. Повышается. Но так как это информация по заказам, есть вероятность, что пользователь еще не был зарегистрирован в этом аккаунте, не давал никакое разрешение на рассылки. Поэтому если мы поставим другие настройки, то это письмо вообще может не уйти. Поэтому нам надо, чтобы стояла первая опция. Всем выбранным адресам. Условия никакое здесь не указываем, потому что это письмо будет отправлено из процесса. Процесс сам отправит его по заданному в процессе условию. При вызове с процесса или формы сохраняем настройки. И видим, что в этом письме тема «Вы забыли оплатить заказ». Ну и здесь сухо очень. Здравствуйте. Переменные имени. Ваш заказ. Переменная с номером заказа. Состав заказа тоже через переменные. Все стоимость и оплатить заказ можно по ссылке. Сюда можно добавить какую-то другую дополнительную информацию о продукте. Да, вот я об этом уже говорила. Вот в таком виде. Закрываю. И оно вот подтянуто сюда в процесс. То есть, если заказ через 10 минут не будет оплачен, отправляется первое письмо напоминания. И дальше нам нужно проставить снова какую-то задержку. Подождать, что пользователь увидит это письмо, откроет его, прочитает, захочет оплатить заказ. Например, мы можем поставить задержку уже побольше. Например, задержка 1 час. Но имейте в виду, что пользователи могут и ночью создавать заказы. Например, он не спит, играет в телефоне. Ему выскочила какая-то реклама. Или он посмотрел эфир, который закончился поздно ночью, допустим. Не знаю, может, он в другом часовом поясе. А Деткурс у нас работает по московскому времени. Ну, вот у меня тоже были такие ситуации, когда пользователи и на бесплатные марафоны ночью регистрируются, и заказы ночью оформляют. Не знаю, где-то увидели пост, увидели ссылку, видели там акция какая-то сейчас. И оформляют совершенно в разное время. Я к тому, что мы можем поставить задержку 1 час, но это письмо может уйти и ночью. Потому что мы тут не знаем, когда пользователь оформил заказ, допустим. Мы этого не проверяем. Хотя такая возможность тоже есть у Деткурса. Проверять текущее время. Вот. Но это такие уже более глубокие знания. Давайте без углубления в детали поставим задержку 1 час. Нажимаем сохранить. И через час мы можем еще раз проверить, заказ оплачен или нет. Мы можем скопировать этот блок, который у нас уже был настроен ранее. Да, вот скопировать. Так. Проверяем. Заказ оплачен. Если оплачен, завершаем процесс. Цель достигнута. Если же заказ не оплачен, мы, допустим, снова добавить блок. Можно скопировать и предыдущее. Мы хотим отправить второе письмо. Это было первое письмо. По заказам. Да, вот. Сохраним первое письмо. Потом мы хотим отправить второе письмо по заказу. Можно скопировать этот блок. А вот копируем. Перетаскиваем. Но, извиняюсь, но здесь мы ставим второе письмо. И, естественно, мы его тоже заранее уже настроили. Но вот здесь мы первое убираем. Ну и как бы выбираем уже, не знаю, второе письмо по заказам, к примеру. Через час. Потом мы что можем сделать еще? Отправили мы второе письмо. Нам же нужно все равно дать пользователю время, пока он увидит это письмо. Зайдет он или не зайдет на почту. Как часто вообще он смотрит свою почту. Поэтому еще в проектах всегда подключают альтернативный способ связи. Тот же имейл или там смс. Ой, имейл. Тот же телеграм, ВК, вайбер, ватсап, смс. То есть еще дополнительные каналы для связи с пользователем. Но мы пока тут будем только с почтой, допустим, на имейл. Через час. Первое было через 10 минут. Через час. Давайте поставим теперь через день. Копируем блок здесь. Задержка. Поставим. Ой, один день. Один день. Нажимаем сохранить. Соединяем стрелочками. И так. Опять. После задержки нам важно проверить, был за время задержки заказ оплачен или не был. Копируем блок. Убираю. Так. Если заказ оплачен, да, мы завершаем работу процесса. А если заказ вот и через день не был, мы три напоминания, два напоминания отправили. Допустим, первое, второе. Заказ не был оплачен. Прошел день. И через день мы уже можем, например, поставить задачу менеджеру, если он есть в проекте, да, чтобы он позвонил этому пользователю. Там уже идут сложнее настройки. Например, тогда есть операция. Тоже будут другие настройки. Давайте не будем этого касаться, потому что я не указывала ни исполнителей, никого. Да, поэтому давайте, если заказ за сутки не был оплачен. Сутки, конечно, мало времени. Обычно оставляют два-три дня. Ну, можно еще через день напомнить, допустим, не завершать процесс. Задержка была один день. Пользователь не оплатил. Давайте отправим третье письмо. Так, копия. Ну, то есть, таким вот образом, понимаете, мы можем отправлять с какой-то определенной периодичностью. Так, здесь тогда третье письмо вставляем. Письма, напоминания. Это один из самых простых таких примеров. Так, сейчас закончу уже тогда. Тогда расскажу, что это такое. А, вот, можно подвинуть. Отправляем третье письмо. Не забываем вставлять. Вот сюда, в рассылке, нужные письма. Если заказ не оплачен, отправляем напоминание. Можем поставить еще задержку на один день. И, смотрите, отправили третье письмо напоминания. Ну, давайте еще задержку поставим. Так, еще один день, поэтому здесь ничего менять не будем. Ну, и, к примеру, если пользователь, снова после задержки, обязательно нужно проверить, заказ оплачен или нет. Скопируем. Если заказ оплачен, ну, можно натянуть сюда ветку, завершить процесс, неважно. Можно натянуть сюда. Можно добавить новый блок завершения процесса, тоже с положительным. Так, сюда, чтобы не тянуть через всю схему, не путать ветки. Вот, если заказ оплачен, завершаем. Если заказ не оплачен, давайте отменим этот заказ. Рано, конечно, через два дня. Ну, бог с ним. Заказ оплачен, нет. Снова нажимаем добавить блок, операция. И тогда отменить заказ. Отменить заказ. Здесь есть вот изменить статус заказа. Объект заказ, изменить статус. И новый статус тогда у заказа будет отменен. Можно указать причину отказа. У меня эти причины настраиваются заранее. Например, передумал оплачивать. Я ставлю. Вот так. Если заказ не оплачен, мы его через два дня автоматически отменяем. Отменить заказ. Мы можем далее отправить пользователю письмо, что твой заказ отменен. Да, мы не получили оплату, твой заказ отменен. Я сейчас не буду это письмо искать, настраивать. Естественно, мы заранее такую рассылку настраиваем с текстом по определенному объекту. Отправить письмо об отмене заказа. И здесь мы, не знаю, есть ли у меня такое письмо или нет. Можно найти. Вот письмо по отмененным заказам. Оно заранее настроено. Там написано, что вы оформляли заказ в таком-то проекте на такой-то продукт. Оплаты по закажу не было. Ваш заказ отменен. И можно предложить, хотите, если вы не успели, но хотели оформить заказ, вот ссылка, можете еще раз, например, оформить заказ. Если необходимо это. Так, вот так. Хочу, чтобы красиво ровно встало. Ну все. И тогда, если здесь у нас не было оплаты заказа, не особо положительная ветка, давайте добавить блок справа вверху, завершения процесса поставим здесь вот отрицательный. И уже у нас будет красный. На самом деле, вот этот цвет блоков, зеленый завершение процесса или красный, ни на что не влияет, только на визуальное восприятие. Что вот это положительная ветка, завершение процесса по положительной ветке. Так, сюда поставлю. А вот это завершение процесса по негативной, по отрицательной ветке, потому что заказ в итоге был отменен. Вот этот несложный процесс, казалось бы, да, задержка, проверка условия, отправка письма, задержка, проверка условия, отправка письма, он достаточно простой, но очень важный процесс, потому что мы автоматически с определенным периодом времени, с задержкой отправляем письма, напоминания, и система автоматически сама проверяет, был заказ оплачен или нет. Это очень полезный для проекта процесс, который помогает довести до оплаты клиента. Он мог забыть, у него может быть не быть денег на карте. То есть в любом случае заказ не оплачен, а мы ему в течение нескольких дней напоминаем о том, что нужно оплатить заказ, и в итоге, если, допустим, заказ не оплачен, мы его отменяем тоже автоматически, то есть администратору или эксперту, или продюсеру вообще ничего уже здесь не нужно делать, даже не нужно привлекать менеджера, здесь идут письма, напоминания. Конечно, когда в проекте работает менеджер или команда менеджеров по заказам, по продажам, вернее, менеджеры по продажам, там выстраиваются совсем другие процессы, когда менеджеру ставится задача позвонить, поговорить, в зависимости от ответа, ответил, дозвонились, не дозвонились, перезвонить, сколько раз перезвонить, в какие дни, там уже совсем другие идут бизнес-процессы. Я показала простой, но очень полезный процесс. За настройку такого процесса я три года назад брала 15 тысяч рублей. Настраивала я его, ну, не знаю, в течение, наверное, пары часов, потому что здесь нужно еще рассылки подготовить, тексты рассылок давали мне эксперты. Я только говорила, что нужно, вот, письма напоминания, да, проговорила, сколько нужно, все. И вот такой процесс работал, он может работать годами, вот, потому что можно отдельно зайти на вкладку рассылки, поправить тексты рассылок. Вот, и, как я говорила, можно для отдельного продукта настроить отдельную такую схему, отдельные письма с интересной информацией, чтобы у пользователей возникло желание оплачивать такие заказы. Ну, вот, суть в том, что все вот это настраивается один раз, а потом работает автоматически и ежедневно, ежеминутно приносит проектам пользу и прибыль, потому что важно напомнить пользователю о его неоплаченном заказе. Вот, согласитесь, круто, просто и круто. А вообще у процессов очень много функций. Как я говорила, можно и марафоны настроить, и напоминать о том, что заканчивается доступ к покупке, предложить продлить доступ. Можно настроить автосписание, можно настроить внутреннюю рассрочку с помощью процессов. Да много чего можно настроить. Есть очень короткие, маленькие процессы. Там, не знаю, отмена дублей заказа. Все это мы проходим на курсе процесса. Там очень много примеров того, что можно автоматизировать. Чтобы корректно протестировать работу, вот я протестирование не сказала, да. Во-первых, это тоже важный момент. Вот здесь есть кнопка «Тестировать». Можно нажать ее. И здесь есть возможность, смотрите, обязательно у вас должен быть какой-то хотя бы один заказ. Если вы уже на пятом модуле, там уже у нас есть создание заказов. Создаете продукт, предложение к нему, любое тестовое, да. И можно вручную создать заказ для тестового пользователя. Желательно не для себя, не для админа, а какой-то пользователе с реальной почтой, которой у вас есть доступ. Создайте себе хотя бы там, не знаю, одну-две почты запасные, которые не отображаются как почты администраторов проекта. Создайте заказ для этого пользователя. Но чтобы процесс отработал, это должен быть неоплаченный заказ. Здесь при тестировании вставляете номер заказа. Я даже не знаю, какой. Есть у меня. Так, какой-нибудь выбираю заказ в системе. И есть возможность, например, выполнять действия по-настоящему. Если мы поставим галочку, тогда все действия будут выполнены по-настоящему. Будут задержки по-настоящему. Письма уйдут по-настоящему. Я не хочу. Буду тестировать в таком режиме, в тестовом. И нажимаю «Создать тестовую задачу». Смотрите, сейчас тестирование пойдет. И красным подсвечивается, где находится объект. Вот неоплаченный заказ. Процесс начал работу. И объект, заказ сейчас вот здесь, в блоке «Задержка 10 минут». Я хочу… А здесь у меня настройки. Вот правее настройки написано, что «Задержка 10 минут», и это будет выполнено через 9 минут. Я не хочу ждать 9 минут. Я нажимаю «Выполнить сейчас». Заказ оплачен? Ну, мне по ветке «Да» ушло, потому что этот заказ ранее был у меня оплачен. Поэтому… Ну, видите, как отработал процесс. Поэтому, когда вы будете тестировать свои заказы, создайте неоплаченный заказ и посмотрите, как отработает процесс. Можно вот в тестовом режиме. От блока к блоку будет подсвечено, как идет процесс. Но я советую, так как это у меня рабочий проект, и здесь у меня есть реальные неоплаченные заказы, а у вас все-таки тестовые проекты. У вас там нет настоящих, ну, как бы, пользователей, да, нет настоящих заказов, поэтому вы настроите, соберете из блока в такой процесс, возвращаетесь на вкладку «Общие». Здесь у вас уже все настройки стоят. Вам нужно будет только запустить этот процесс. Ничего вы не сломаете, это все у вас тестовый аккаунт, поэтому нажимаете кнопочку «Запустить процесс». И если в системе у вас неоплаченный заказ, можете даже 2-3 заказа создать, то будет… Сейчас у меня вот ноль задач, ну, потому что за последний час у меня не было создано никаких заказов. Вот. Можно поставить за один день, допустим. Да, вот разные настройки есть выбрать. Будет процесс увидеть, система увидит неоплаченный заказ, и по нему будет создана задача. Можете создать 2 заказа, 3 заказа, и посмотреть, как отработает этот процесс по задачам. Ну, например, чтобы вам… Вернусь обратно на накладку «Процесс». Чтобы вам не ждать несколько дней задержек, поставьте задержку, например, каждые 10 минут, допустим, или каждые 5 минут. Первая задержка 5 минут, потом не час, 5 минут, потом можете поставить час, например, или 5 минут, 10 минут. То есть для тестирования можно поставить какие-то небольшие задержки, посмотреть, как письма придут к вам на почту, в каком порядке они придут. Процессы могут иногда зависать, да, то есть система мониторит подходящие объекты с периодичностью 5-10 минут, поэтому если у вас есть неоплаченный заказ, но система вот здесь его пока не видит, бывает, что процесс зависает и может пройти, не знаю, 5-15, иногда 20 минут и больше. Это нормально. Не пугайтесь. Если, конечно, прошел час-два или даже день, а заказы так и не появились, тогда, конечно, вопросики. Может быть, условия настроены неправильно. Но обычно в течение 15 минут здесь отображаются задачи. Поэтому пользуйтесь, когда придете работать в проекты. Предлагайте настраивать такие процессы по работе с неоплаченными заказами. Они важны. Но для начала попробуйте протестировать вот в вашем тестовом проекте и посмотреть, как это все работает. Вот уже у вас один небольшой кейс по работе с заказами имеется. Вы можете настроить, протестировать, убедиться, что все это работает и уже вполне реально предлагать такие настройки вашим потенциальным заказчикам, особенно тем, кто только начинает работу в ГИТ-курсе, те, кто только-только недавно создал свой онлайн-проект. Продолжение следует...